Почти все, я думаю, играли. Блин, да что там с дашбордом за фигня творится? Что тут все пишут? Что-то с дашбордом не то. Я заранее выставлял дашборд. Да, естественно, играл в Redentor Master THD. Прошел за Криса, но на сложности, ну, посередине которая, то есть не на той, которая Normal, а на той, которая Easy. А третья сложность это Very Easy. А вовсе не так, как некоторые думают, что там Hard, Normal, Easy. Нет, там Normal, Easy, Very Easy. И в достижениях вы можете в этом убедиться. Так, еще мне надо... А, да, мне надо наверх подняться. Наза, я только начал минут, может, там, ну, не знаю, минуты 4 назад. Может, 5. Гарет Бро. Нет, это не копия первой части с графоном, это вообще другая игра. То есть... Это как бы та, та же игра, но... Но не та. Так, ну, это мы все читать не будем, это описание всех комнат. Не знаю, что вы там за проблемы описываете. Я перед тем, как стримить, проверил. Канал был пуст. Так что не надо тут. Кстати, слайды нам, по идее, тут не обязательно. Это в ремейке их обязательно иметь, а здесь их можно и не иметь. Так, телефон, который не работает. Фуууу, блин, вот применять аптечку или нет? Так, где мне осталось применить эту... Где самый первый... Так, где самый первый ключ мы получаем? Значит, один я получил в комнате, где... По потолку эти гады лазят, второй я в морге получил, третий в комнате, где много зомби. Все, я вспомнил. Только, блин, я так не хочу сюда идти. Так, что вы тут в чате какой-то разводите? Я вообще не пойму. Обсуждаете какую-то... Давайте ближе к делу. Какие-то тут скандалы, интриги, расследования проводите? Привет, сади-про игрок. Вот именно. Ой-ой-ой. Да, блин! Я чувствовал, что не получится. Но решил рискнуть. О, нифига себе! Он меня один раз куснул, у меня кошин. Офигеть! У меня было полное здоровье. Он меня один раз куснул, у меня оранжевых кошин. Ай, жесть. Хотя это... Вряд ли этот оранж-мод. Скорее всего, просто это джилл, скажем так. Синдром джилл. А мне, кстати, сейчас надо идти в самую опасную комнату. Кстати, ой, блин, я ж не туда пошел. Я не туда пошел. Я как-то сюда машинально пошел, потому что здесь эти, как они... Короче, здесь лечилки мои всякие. И, кстати говоря, у меня лечилок-то больше и нету, только два. Два спрея, блин! Дело дрянь. И мне сейчас вообще надо, короче, думать о концовке игры. То есть надо сейчас вообще все лишнее выложить, потому что я сразу после этого побегу. А если убьют, то не страшно, потому что... О! Шайд-21. Потому что все равно я хреново прошел, то есть меня сейчас перебрать и вывергаю. Так что все, что нам осталось, это посетить одну комнату. Очень лютую. Кстати. Кстати, кстати, кстати. Так, с чем я буду валить финального босса? Ну, однозначно с револьвером, то есть Рабаш тоже сойдет. Я думаю, он простреляет, считай, вот эти вот снарядики. Такие моменты я уже, наоборот, недоволен, что, ну, что в оригинале нельзя, как в ремейке, сразу добавлять патроны. Ну, это трудно объяснить. Короче говоря, в ремейке можно... Можно... Если патроны одного типа, то как бы они плюсуются, когда их добавляешь отсюда. Хотя иногда это и бесит. Когда хочешь в отдельные слоты разложить. Так, где моя батарея? Вон она. Так. Ой, не надо проигрок ремейк же. В ремейке столько моментов испогания. Хотя ладно, сейчас ты меня спросишь, какие же, и начнется... Короче, ладно, все. Ремейк тоже хорошая игра. Мне понравился ремейк. Если вы... Подможете, ну... Посчитаете, по моим словам, что мне не понравился ремейк, то нет. Мне понравился ремейк, просто... Оригинал мне понравился больше. Но в ремейке тоже есть много интересных идей. Реализованных как надо. Не через одно место, поэтому... Блин. О, смотрите, он входит. Патроны мне берет сейчас ни к чему, потому что... Все равно это сейчас будет последняя комната, которую я посещу. Посещу. Вот мне интересно, в оригинале это была самая лютая комната, какого в рейнч-моуде. Она здесь еще сложнее или такая? И... И... Внезапно. О-о-о-о! О-о-о! Вы охренели! Вы посмотрите на это! Тут еще больше стало народу. Просто они... Распределены... По-другому. Да, блин, ладно. Пофиг. Ой, я ему и так пашку снес. Так, по идее, какие-то из них живые. Только какие. Аликс прервал орки. Да, да, да. Нефиг тут на рабочем месте такими вещами заниматься. Кстати, вот из отличий ремейка и оригинала. Здесь есть изречения всякие такие, как вроде говорили, из Библии. Когда получаешь коды. А в ремейке это убрали. Но зато в ремейке вот эти штучки, из которых мы получаем пароли, выглядят в виде геймкуба. Правда, в ремастер это тоже как бы порезали. Потому что, видно, посчитали, что это... Ну, как бы не актуально. Потому что раньше-то... Ух ты, тут что-то есть. Инкрибент, да? Ну, начек. Раньше-то это был эксклюзив, а сейчас уже это не эксклюзив. В смысле, надо спрашивать, а что Аликс на Ютуб пишет, что я на Ютуб пишу. А, ну вот это прохождение, конечно, я буду выкладывать на Ютуб. Мне нравится, когда все как бы четко по порядку. То есть, мне вот жалко, что у нас не осталось записи этого ремейка, когда вот доктор Вент нам проходил Resident Evil ремейк. Очень жалко, что не осталось записи в того момента. И записи нуля не осталось. О, Крис, ты жив! Хитклифф, по этому режиму, да, последний стрим. Но вообще по Resident Evil я еще планирую стримы. Комбайнер, да че ты так шутишь-то? Пишет, будем надеяться. Тебе ж было интересно смотреть, че ты так. Блин, я очень боюсь сейчас на зомба нарваться. Проигрок, он, ну, пишет, я недавно проверял рандомайзер. Особо разницы не заметил, не знаю, почему ты так хочешь его показать. Ну, я надеюсь, что там будет разница. Ну, посмотрим. Обидно, что в Dreamcast'овском Range Mode именно вот в размещении предметов разницы практически нет. Там вдруг, как бы, в дополнительной сложности есть разница. Но вот именно в расположении предметов разницы нет. Так, у нас тем временем, пожалуй, сейчас будет самый последний сейв. Дробовик нам уже не актуален. Пожалуй, оставим магнум. Вот, это, кстати, можно взять. А, в смысле надо Фокс? Я отлично читаю чат. Не, ну как? Не отлично, конечно, мне до Брикмана далеко. Он вообще может одновенно именно играть и читать. Так я не могу. Но... В меру своих возможностей читаю. Так, это сейчас будет последний сейв. Перед финальным боссом и заставкой, которую я не видел. Заставка, где Барри выживет. Так. Где у меня сохран... Ну, правильно, здесь сохранюсь после конца игры на третий слот. А, ладно, это я позже скажу. А может и сейчас скажу. Видите, тут всего 5 слотов можно создать. А в версии для Sega Saturn можно создать 16 слотов. И вообще, версия для Sega Saturn, она доработана с точки зрения организации меню. Как-то там все более четко работает. Так, когда мне применить лечилку, вопрос. Жалко ее сейчас тратить. Так, бадни, уже 20 сохранений. Жесть, конечно. Ну, я, я ж не на ранг играю, потому что здесь нет ранга. Это первая часть. И в ремейке почему-то ранга нет, что меня удивило. Может, нам, правда, надо как-то особен... Ну, просто, может, я слишком плохой ранг был показать. Вот у меня, кстати, когда я проходил за Джилл, Барри умер в самом конце. То есть, вот после вот эту следующую заставку он пережил, но потом все-таки умер. Проверим, как сейчас. Да, привет. Привет, Боянсэш. Кликстол провела. Кликстол провела. Боянсэш. Боярри. Как я думала. Боянсэш. Я не знаю, что это reads Каево. Думаю, что его мир и 2 девушки будут отları Bhagyi, негидрего, если он не делать все, что яч internet��들이. КErrorезiac. Ой, increase. Ну, ты не будешь о том, что ты свободен от этого мира очень скоро, Джилл. Почему ты должен уничтожить СТАР? Это Умбрелла. Этот лабораторий участвует в экспериментах危険ей, и сейчас случился случай. В любом случае, этот дезастер не может быть опубликованным. Это почему уничтожить СТАР о том, что уничтожить СТАР вместе с этими ВИРУСМОНСТРЫ. Я думаю, что вы не понимаете, Джилл. Для меня, эти ВИРУСМОНСТРЫ, что вы говорите, не означает ничего. Я буду уничтожить их все вместе с этим лабораторией. Я должен выполнить свою миссию, как уничтожить Умбрелла. Барри, идите на землю и ждите там. Барри! Барри! Барри такой мистец. Он будет под контролем Умбрелла всегда. Как бы и уничтожить Умбрелла и у тебя его может иметь вести с семьей за хруппи? Умбрелла? Ну, я его иметь вести, но это не было связано с Умбреллой. Я его использовал для моих личных услуг. Хотя вы и Барри считали, что я следовала от Умбрелла. Так что вы планируете что-то еще? Если вы успешите в создании наиболее мощное биологическое оружие, что бы вы делали? Что если вы были в руке? Ну, чтобы вы не могли. Вы должны остановиться сейчас. Ты молодая девочка. Но если бы я была вас, я бы не уделить на так многое исследование. Вы уйти. Ни-ни-ни-ни-ни-ни-ди-ни-ни-ни-ди-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни. Так что вы будете уделять все исследования? Стоит ли. Ух ты, вот этого не было. Наконец-то чё-то новенькое. А я ещё удивился. Я ещё удивился, чё Вескер назад как-то отошёл. Ага, давай посмотру. Ага, давай посмотру. Ты думаешь, что мы можем увидеть тиранта сейчас? Барри, ты так оптимистик. Барри, ну ты... Пойдём, тогда. Блин, я офигеваю. Им удалось на халяву фактически отделаться, но Барри такой искатель приключений, что он сам говорит, что давайте как настоящие мужики пойдём и сами завалим тирана. Я охренею. Ой, Барри. Ты такой Барри. О, а тут Барри нет с этой заставки. Наза, я некоторые вещи специально не читаю. Если ты про что-то там про стрим догмата, то про это не пиши. Всё, хватит. И что, они его сами освободят? Неужели сейчас Барри его освободит? Его убьют, не убьют, что будет вообще с Барри? Это должен быть компьютер, который просматривает этого creature. Да, ну Барри молодец, конечно. Выпустил монстра на нас. И что, его не убьют? Как после этого Барри выживет? Здесь же должен умирать тот, кто стоит рядом. Барри, как ты выживешь? Почему он тебя не проткнул, а только отпихнул? Да. Так, вот только мне лечиться и не лечиться. Мне как-то кат-сцену длинную слушать второй раз. Наверное, всё-таки вылечусь. Только из экономии времени. Главное, мне сейчас не тупить. Стоп, у меня есть автоприцел. Это халява. У меня есть автоприцел. Ай-яй-яй-яй. Всё, не жадничаем. Кто там говорил, что надо четыре выстрела? Кто это сказал? Он про игрок говорил. И где твой, где четыре выстрела? Я уже пять всадил. Шесть. Шесть выстрелов надо. А что тут думаешь больше, чем в оригинале? Так, кстати, а кровь из него не вытекла, но он и не встаёт. Ах, а что мне будет больше интересно? Вдруг он в оригинале встанет? Вдруг он во рейндж-моуди встанет? Так, что надо сделать? Кстати, про... Ладно. Бери? 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 Где Барри? Где я? Барри. Барри должен умереть. Поехали! Что произошло с Уэскором? Опа, значит Уэскор активировал самоуничтожение. Уэскор должен умереть. У нас нет времени. У нас осталось время. Вайт Флэм спрашивает, может еще и парень, которого покусал змеюка, еще жив. Но он, кстати, в ремейке он почти что выжил, скажем так. Хотя там все равно он умирает, но он близок к тому, чтобы выжить. Про игрок, но там у него два вида смерти. За Джилла он по-другому умирает. Так, и мы вот-вот получим единственную каноничную концовку. Давайте еще раз сохраним. Вайт Флэм пишет, два вида смерти, нифига он так выжил. Да-да-да. В Resident Evil только так можно выжить. Подольше пожил, имеется в виду это. Больше эфирного времени. Да минус, да минус дает плюс. Не, ну в оригинале он вообще умирает почти сразу, а в ремейке ему хоть какой-то шанс дали. Чтобы выжить нужно просто дважды умереть. Какие интересные выводы стали сделать. Так, тут новый монстр это я помню. Так, надо было, кстати, побежать по-другому. Ладно. О, стоп, стоп, стоп. Крис! Чуть не забыл про тебя. Кстати, проигрок. Подтверди вот информацию крыс, да. Хм. Я правильно понимаю, что финального босса в этой игре, который вот с таймером, можно вообще не бить. А надо просто продержаться, чтоб осталось 30 секунд, и нам тогда скинут базуку. Или по нему надо все-таки стрелять. Ну и комбайнеру это тоже вопрос. Так, все готово? Ну, почти, да. Теперь давайте. У Криса тоже другой костюм, но у Криса костюм какой-то более без фантазии. То есть тот же самый, по сути, только... Ну, то есть тот же костюм обычного спецназовца, скажем так, снаряжение. Ой, надо же, никто не пробовал, получается. Пишут, я стрелял, мне скинули ракетницу на 1.10. Я всегда по нему палил, не испытывал судьбу. Ну, короче. Ну ладно, я тоже попалю. Поехали. 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 Спасибо, Крис. А я-то и не знал, что нужно, оказывается, гоу. Чем, кстати, больше я наблюдаю кооператив вот здесь, тем больше я ужасаюсь, как же изгадили серию в пятой и шестой части. То есть, вот вы смотрите, вот это вот, как бы, всегда фишкой было. То есть, что отряды Старс... Ух ты, ё-моё. Вас тут не было, ребят. Вы чё? Это рэнч какой-то, блин, у меня уже коша нахренее. Ух ты, классно. Классно. Мне нравится. Классно разносит. Так вот, отряды Старс, они должны ходить, как бы, по одному. То есть, Умбра говорил, что это в какой-то книге прямо описано, почему они ходят по одному. А в пятом и шестом Резиденте это всё испортили и сделали кооперативный режим. Причём, если бы они сделали это умно, как в портале втором. То есть, там кооперативный режим, специальный сценарий под кооператив заточен. А создатели сделали совсем по-другому. Проигрок, у меня нету кучи аптечек. Ты чё думаешь? Почему это я стопроцентный труп? Мастерство решает. Сейчас вот мы проверим, если у меня это мастерство. Кстати, у меня целых два компаньона, нифига себе. Видали ли вы такое в Резиденте в 6, например? Хотя нет, там как раз видали. В пятом такого нету. Бар решил на месте походить. Проигрок, нас трое. Ты чё думаешь, мы втроём тирана не добьём? Вот тут подстава. Что надо не забыть, вот этот вот аккумулятор. Трое. У нас есть 3 минуты, до вскрытия. Так, давай Барри, задержи их, ты всё равно должен умереть. А мы с Крисом будем тирановой. По-моему, Барри не терпится покинуть этот мир. Барри не чёрный, не умрёт. А почему чёрные должны умирать, вот это мне непонятно. По идее, их наоборот, как, ну, в Америке там, как бы, любят, защищают и так далее. Да, Барри скорее рыжий. Борода, по крайней мере. Так, вроде всё хорошо, мы запустили ракету, Брэд нас услышал. Готовимся к эвакуации. Ля-ля-ля. Сейчас улетим. Какой тиран, Максимка, ты чё? Мы прошли игру. Тут вся сложность в том, чтобы просто успеть добежать до вертолётной площадки. Внезапно. К слову, скажу, что тиран этот появляется, вот, ну, вот, вот это, как бы, его форма, только если, если получаешь самую лучшую концовку. Ага, Мазила, Мазила. Так, мне интересно, как на него... Давай тебе сначала... Да, неожиданность. Комбайнер, для меня куда большая неожиданность была, когда он не появился. Ух ты, ё-моё. Как, когда я, ну, получил не лучшую концовку за джилл, и он у меня не появился. Да-да, для меня реально было. Неожиданностью, сволочь-то я такая. Кошин, охренее. Э, да тихо-тихо. Аааа, он меня убил! Да блин, он больше здесь урона наносит, чем... Чем в той форме. Да-аа. Ладно. Буду его мочить этим, как он называется... Револьверов. Нет, комбайнер, трав и аптечек совсем нет. Поэтому надо... Божить, так сказать. У меня один спрей остался. И всё. Во-первых, нужно не получать урон, пока я туда добегу. Можно, кто-то, ничего не выкладывать. И терять время на это. Просто надо... Играть как Брикман. Я помню, был такой фильм, играй как Бекхэм. А мне нужно играть как Брикман. Кстати, Брикман тоже, по-моему, говорил, что играл в Resident Evil. Может, я путаю, но, по-моему, вся ночь впереди пройдём. Да нехит. Я планирую... Да е-мое... Закончить уже сейчас, как бы. О, тихо, тихо. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Так, мне ещё Крис освобождать. О, классный смайл, да, ну что сказать, не получай урона, не умирай. Да-да-да, комбайнер именно так. Китлиф пишет, я помню, как Брикман прикалывался, что в Резиденте я спасал, как с Мегамэном. Интересно, это про что он так говорил. Жалко, что тут составки проматывать нельзя, сейчас опять будем смотреть то, что только что видели. Ой, терять время. Ну привет, Крис, привет, я тоже рад тебя видеть. Извините, что ты ждёшь. Так что, всё всё сделано? Ну, почти всё, давай, давай. Пират, как там его? Пират 94, по-моему. Правда, он потом скажет, что это я виноват, потому что я его не позвал. Поэтому... Крис, а как же правило дамы вперёд? Ура, науше... Пират 94, по-моему. Пират 94. Операция. Давайте посмотрим. Пират 94. Вот в фанатских движках, что вот проигрок там показывал, скидывал ссылки, там есть как бы к этому предпосылке. Сделали бы полезное дело. Сделали бы режим кооператива. Было бы круто. А, Барик тогда выдвинул какое-то предположение, Агрик посчитал за спойлер. Ну, может быть, но, блин, так не предположение, которое потом оказывается правильными, которое в итоге оказывается спойлерами. Проигроки пишут, не жалей под пуль Магнума на Тирана, только. О чем мне их жалеть? Это же финал игры. Хотя я сегодня... Да не... Сегодня, когда я как бы... Хотя это мне придется чуть вперед забегать, рассказывая об этом. Ну, ладно. Короче, сегодня я попробовал поиграть в Battle Mode на сатурновской версии Резидента. Что это такое, узнаете попозже. Наверное, уже не сегодня. Так вот. Там я тоже не жалел пуль. И закончилось тем, проигрок, что я дошел до финального босса. Причем, я вроде бы лажал, плохо проходил. Но я дошел до финального босса и сам удивился. Но у меня не осталось патрон, нифига. Нож я с собой не взял. У меня там осталось, короче, по-моему, три выстрела с Магнума и два выстрела с Дробаша. Это жесть была вообще. Очень обидно было. Причем это вот... После этого, когда я еще одну попытку сделал, я вроде бы играл более грамотно, но не дошел до финального босса. Меня убили. У меня есть возможность играть хорошего человека. Хорошо, я оставлю тебе. Увидимся в хэлопорте. Проигрок, не спойлери лишнего. Хотя, это комбайнер спойлернул. Ну, короче, вы... Хотя, в принципе, ладно, ничего страшного, конечно. Я-то про это все равно знаю. Это зрители могли не знать. Я вот думал сегодня, после прохождения вот этой игры, быстренько сатурновскую версию показать. Но тут видите, как затягивается мое прохождение. Поэтому уже, наверное, не выйдет. Мне на сатурновскую нужно как минимум час. Но у меня столько времени уже явно не будет. Нет, комбайнер. То, что он золотой. Ты чё, это ж эксклюзивный монстр сатурновской версии. А святой нот пишет, держи дистанцию большую. Я вот не согласен. Мне наоборот кажется, что с этим боссом, в котором сейчас буду драться, не нужно держать дистанцию. Потому что, когда я далеко от него отхожу, он на меня бежит. Когда я рядом с ним, то он спокойно за мной ходит и меня не успевает атаковать. Это вот я из прошлого раза такой вывод сделал. Поэтому я наоборот буду стараться поближе к нему держаться. Мне нужно продержаться с ним всего минуту. Без 30 секунд должно оружие быть скинуто. Я не знаю, как проигрок писал, что на минуте 10 у него. Скидывай, как он этого добивался. Может, он какое-то оружие, типа там, ракетницы использовал бесконечное. Ой, ты сволочь. Да ты козёл. Так вот, я уже налажал так прилично. Блин, хорошо я так промазал. Так, спокойно, тиран. Мы просто, просто тихо ходим. Так, оказывается, это значит, что он будет бежать. Я просто не знал, что это джест означает. Ой, ты сволочь, блин. О, твою мать. Чёрт. Я думал по нему стрельнуть, а он, видите, какой. Вот, видишь, проигрок, я сейчас тоже выстрел, отошёл и думал ещё раз выстрелить, но... Надо было отбегать. Хитклиф, так я и не матерюсь никогда. Чё ты взял? Да и притом, я не так сильно раздосадован. Мне с хантерами было обидно. Ну, когда я там, тем более, их уже убивал. Первых, там, допустим, четырёх, а пятый меня добивал. Вот это было обидно. А тут-то чё? Конец игры, чё мне расстраиваться? Я знаю, что я пройду. Не, я не согласен, что нужно с ним далеко от него стоять. Комбайнеры, проигрок. А вы как считаете, от хантера нужно далеко держаться или близко? Да, Брэд, конечно, тролль, потому что сразу не скидывает ракетницу. Знать бы, сколько выстрелов нужно по тирану, я бы... О, а дистанция опять сорок шагов. Вот я уж и говорю, надо близко к нему держаться. Вот тут бы не получить урона. В прошлый раз я получил... Вернее, позапрошлый раз я получил. Самое вот неприятное, что я опять должен вот эти все заставки смотреть. О, Джил! Извините, что ты ждёшь, что ты ждёшь. Так что, все уже закончено? Ну, почти, да. Теперь, давайте. Сохранись прямо перед битвой. Ну, это проблемно. Это мне придётся бежать назад. Ну, может, конечно. Ну, это, это, это риск, потому что мне нужно будет опять потратить... Ну, то есть опять бежать назад, потом опять вперёд. Да не, дело не в количестве записи. Дело в том, что мне нужно вернуться будет опять в комнате сохранения. Опять бежать через вот этих хренов. А где мне сохраниться комбайнер? Где ты тут видишь печатающие машинки? Где ты тут видишь? Да, в ремейке здесь была печатка, но это да не ремейк. Поэтому никаких печаток, господа. Короче, вот у меня ключевой момент, как бы, провала этого прохождения был вот тогда, когда я... Когда я получил хелмет-ключ и пошёл вот на другой конец вот этого здания... Чтобы добыть вот этот вот второй глаз для тигра, а там мне дали только магнумы и патроны. Вот это вот был ключевой такой провал в моём прохождении. Если бы я этого не делал, я бы сейчас вообще проблем не испытывал. Где были три мой диска, а они были по комнатам распиханы. То есть один, по-моему, один вот в комнате с проектором, один, по-моему, в комнате, где мы пароль вводили, по-моему, там. А первый мой диск я ещё на том стриме где-то получил, уже не помню. О, нет, ты должен быть смешной, после того, чтобы вы приехали сюда. Девочки, первые. Пойдёте первые, Джил. Но Крис... Дай мне возможность играть в хорошем человеке. Окей, я оставлю тебе. Увидимся в хелопорте. Значит, главное сейчас, конечно... Ой, да удача тут, главное. Я не знаю, как это можно описать, потому что тут, видите, этот тиран... Ну, во-первых, я теперь знаю, что когда он машет рукой, это значит, что сейчас побежит на меня. Но побежать он может и неожиданно, без предупреждения. В общем, надо, чтобы повезло. Максимка пишет мне пользу Экликсейв. Во-первых, этот эмулятор и не поддерживает Криксейва. Во-вторых, это не наш метод. Он, главное, на бегу может убить на кошине. По идее, если он меня царапнёт вблизи, то у меня до Денчера дойдёт. А вот, когда он с разбегу, то он на кошине убивает. Вот в чём проблема. То есть, он в Хантера превращается. То есть, мне, в принципе, надо рискнуть и попробовать дотащить до Денчера. То есть... А если я уже буду видеть, что он на меня бежит, тогда только пользоваться... Ну, когда уже кошин и он на меня бежит, тогда надо пользоваться аптечкой однозначно. А так, буду пытаться тянуть. Всего не буду продержаться. Блин, неужели я не могу продержаться? Я, конечно, могу. Не, надо по нему, по-моему, стрелять. И, наверное, тут будет геймовер если... Хотя, фиг его знает. Ладно, ой, я оружие не сменил. Давайте я попробую последний раз в него стрелять, если не выйдет. Опа! Ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Так, тихо-тихо-тихо. Ой-ой-ой, тихо, не стрелять по два раза! Не стрелять! Не стрелять по два раза, блин! Ладно, давайте сейчас я попробую по нему тупо не стрелять. Заодно проверим мою теорию. Может ли Брэд просто улететь и нас бросить? И он в последнюю секунду все-таки скинет ракетницу. Света-енот, я тебе говорю, не надо мне держаться далеко. Ой, проигрок мне так сказал. Потому что когда я держусь далеко, он на меня побежит. И когда он бежит и с размаху наносит удар, он больше здоровья сносит, чем когда он вблизи стоит. Я тут просто затупил, потому что два раза подряд по нему выстрелил. А этого делать нельзя. И он меня зажал в углу. Он пробежит, ты успеешь отойти. Ну хорошо, святая-енот, я попробую твою тактику, а в следующий раз я попробую вообще не стрелять. Да, Гаррет, бро, какой у тебя вопрос? Почему бы не побалнить? Или это еще намек на матерное слово? В сторонке пока время не останется одна минута, а потом стрелят ракеты. А, потому что, ты видишь, как разделились мнения в чате? Пишут, что вроде как по нему нужно стрелять. А что мы говорю, что в следующий раз, вот после вот этой попытки, я попробую по нему вообще не стрелять. Ну или пару раз возьму и проверить, чем это закончится. Потому что, по идее, вроде говорят, что тут только, как бы, концовки такие, как бы, ну как-то сказать. То есть, как бы, ну, нету такой концовки гейм-овера, где Бред улетает. Иначе я бы, наверное, знал про это. Да, я бы так и попробовал по-разному. То есть, сейчас я попробую держаться на большой дистанции, как мне написал святый енот. А потом, в следующей очереди, эта тактика не стрелять вообще. Да. Поехали! света и нот пишет только не тупи готовься отбегать ну это не знаю ничего не могу обещать если он будет бегать постоянно как же легко что тут есть автоприцел я главное сегодня на сатурне попробовал поиграть же уже ну там же нет автоприцела и так тяжело конечно уже непривычно абсолютно перекатывайся нет это вам не какой-нибудь там silent hill homecoming который тоже сейчас пытаюсь играть параллельно да это прицел для собаков и все равно этот трудный босс не но он трудно что у меня лечилок нет если бы у меня были лечилки я вообще тут не парился прямо палил бы и лечился и пофиг что он меня там пинает кто медленно нифига себе медленно чай свипер ты точно про про ту форму говоришь в лаборатории медленная тут он очень быстро почти как немедленно да кстати привет ты наверно не про ту форму говоришь еще не не видел просто масштаба проблемы да нет немедленно очень даже образец скорости а а и и и и и Да, не месяц мог сальдо в окно прыгать. Джесс Виппер, а ты что, такой мастер, пишешь в Ре-3 его так и не значит ничего, так как есть уклонение? Так, Джесс Виппер, а давай-ка ты застримишь Третий Резидент, а? Покажешь, как надо мастерски уклоняться. Так, Джесс Виппер, ты сам это делал, вот то, что ты пишешь, автоуклонение? Или это ты, глядя, как другие играют, считаешь, что там есть автоуклонение? Давай, с пистолетом! Про игрок пишет, здесь какой-то мод Кошмар Джилл на усложненную игру. Джесс Виппер, ты какой файтинг имеешь в виду? В общем, там, Marvel vs Capcom 3, где есть Немезис? А, ты просто абстрактно говоришь? Так, Джесс Виппер, ну давай, я же говорю, если ты такой спец, то мы ждем. Ой, я два раза по нему выстрелил и не поплатился за это, это хороший результат. Так, я обещал держаться на большом расстоянии уже. Чуть было не забыл о своих обещаниях. Ой, тихо, да твою мать! Так, тихо, тихо, надо лечиться однозначно. Да, надо лечиться, и он меня, сволочь, зажал. Да, с автоприцелом, кстати, от него можно держаться дальше. А знаешь, почему свет, светоенот, почему, кстати, он к вам и застревает? Почему от него нельзя держаться, когда играешь, допустим, в версию на Сатурн? Далеко держаться, потому что его не видно. Ой, ты какая злина. Ну давай, Брэд, не тяни. Я тебя очень жду. Ой! Все это видели? Жесть какая. Нифига, кстати, по нему видно надо стрелять. Так, он сейчас за меня побежит. О, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Так, теперь не затупи, не затупи, не затупи. Да, времени мало Так, тихо, тихо, тихо Не тупим, не тупим Так, не тупим, не тупим Так, 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 Air Launcher Срочно, быстро Так, нажимаем кнопку Так, и есть автоприцел Это радует Фу, еее Автоприцел спад Фаталити Сроки джампа вертолета Ну вот, теперь мне пишут Ты слишком далеко отбегаешь То мне говорили, отбегай подальше Теперь мне говорят Далеко отбегаешь Ну вас не поймешь, я же в этом и говорю Надо свою тактику вырабатывать И не слушать чат Я тоже говорю, что не надо От него далеко отбегать Но мне все упорно говорит Нету, отбегай подальше Спасибо, Хит Да, заставки тут, конечно, сильно пожатые И опять мы видим заставку контры Концовку контры И наверняка Наверное, сейчас впервые увидим Живого пари Да, живой пари И вот эту концовку признали каноничной Хотя ее получить нереально 90% тех, кто проходили игру в первый раз Не могли получить этой концовки Может даже больше И называть ее каноничной И даже те, кто проходили второй и третий раз Игру Они все равно могли не получить эту концовку Если они фанаты Криса, например А че, это уже не канон? Крис это персонаж, который первый в списке выбора героя И его сценарий не каноничный Но это бред какой-то Там уже вот сценарий более сложный В хитре Да, я хочу показать версию для Сатурна Но уже не сегодня Это будет неизвестно когда Возможно, когда-нибудь днем А может и вечером, не знаю Кстати, а у нас все эти заставки были еще интересные Но вот все, что сейчас на фоне титров У нас все эти заставки были JSweeper, я про то и говорю Что разрабы признали каноном Ту концовку, которую мало кто видел Это странно Проигрок меня в скайп зовет Ну не знаю, сейчас Немного Неудобно это, скажем так Потому что мне Придется сразу спать ложиться Ох, как бай Ох, замочил JSweeper, чтобы получить Лучшую концовку за Криса Тоже надо неслабо, как ты выразился Ебнуться Вот она не считается каноничной Причем еще больше Потому что за Криса сценарий сложнее За Джилл Что там Что сложного по сути Но надо только правильно отвечать на эти ответы Барри Знать про Про то, что нужно подняться на веревке Ну, дождаться на веревке И все Опа Какой ню Слушайте Это только в Orange Mode же, да? Про игрок и комбайнер Такой картинки же не было Ну, если просто пройти игру Или была? Вот если бы сейчас На моем месте был Арино Он бы сфоткал это на мобильный телефон Нет, вот он Видите, это эксклюзивно для Orange Mode картинка А, картинка одна Блин А что я не помню этой картинки Такой откровен Странно Что-то мне не запомнилось Так, а сколько, кстати Я что-то как-то смотрел на картинку Но не посмотрел Сколько у меня За какое время я прошел Сохранение 21 А время какое Просто как-то глаз Не посмотрел Шесть часов Круто Причем их на самом деле Больше Так Ну Что? В общем-то все Конечно, хотелось бы сейчас Начать за Криса Но я могу, конечно По приколу начать А, давайте по приколу За Криса начну Ну, так Совсем чуть-чуть Целиком я за Криса На стриме проходить не буду И не надейтесь Джейс Виппер Ре 2 Я планирую Только я хочу Это Ну, как бы заранее Ну, как Короче, как-то подобрать Так, чтобы у меня было Побольше времени И В общем, чтобы Рекламу какую-то сделать Этому стриму До первой смерти Комбайнер Но это может затянуться А может, наоборот Быстро кончится А, я уж думал Странно, что типа Звука нет Берри 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 остался В другой концовке Ну, извините Но он Наверное Нет Это первая смерть Тирана Да-да-да Крис Я уже выучил большую часть Этих диалогов Сколько раз Мне приходилось Перезапускать Первый резидент Во втором резиденте В принципе, можно Все начальные заставки Промотать А здесь нет Здесь все Надо смотреть Да, цвета и ноти Режу будущее И у нас Никого в помощи Ни Берри Ни Инвентаря Увеличенного Что мы будем делать Этого Зомба Притом По-моему Надо все-таки Мочить А может Не надо Но если я его Буду мочить У меня точно Будет быстро Первая смерть Ну, сейчас Посмотрим Блин Уже мимо Ой, тихо-тихо Что-то как-то я Да Сильно туплю Ладно, ну тебя нафиг Святой енот А посмотри внимательнее Какой здесь эвентарь у Криса Да Зомби Дупе Тарик Ступи Ничья Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да o- Что случилось с Джиллом и Уэскером? Что случилось с Джиллом и Уэскером? Из кого же тогда этот Старс набирали? Если один алкаш, другая воровка. А Барри тогда кто? Так, нужен мне сейчас этот ключ? Наверное, потом возьмем. Хорошенький такой спецотрядик. Элита прямо. Барри наркобарон. Так, ну что ж. А, да, кстати, что-то тороплюсь. Здесь же, по-моему, тоже этого, кстати, не было в оригинале. Давайте осмотрим нашего напарника. Форест Гампа. Ух ты! Внезапно. Рэнч Мод во всей красе. О, он медленный. О, да он вообще обычный. Я думал, он ускоренный. Не, ты замедленный. В развитии. Нет, ты точно замедленный в развитии. Да, комбайнер пишет, пират с этого чуть не обосранился. Но я, к сожалению, проспойлерил себе это место. Мне тоже жалко, что я не офигел с этого. Это было бы интересно. Так, кстати, слушайте, я вам сейчас заодно покажу новую кат-сцену. Которую тоже вы могли не видеть. Которую в обычном режиме увидеть невозможно. То есть она, по идее, как бы есть, но ее невозможно активировать. А в оранж-моде к ней открывается доступ. Хотя те, кто играли в Resident Evil Remake, для тех она уже не будет новой. Да, ты что, не знал, что ли? Про игрок удивляется. Ключ щита у Фореста. Ты же проходил эти все режимы. Армор кей, да. Ключ брони. Брони. Так, куда я хотел идти? А, я входил сюда. Армор, ключ. Он жил, он в этом же месте. Так, уворачиваться. Ладно, давайте попробуем один раз увернуться. Если не получится, то ну его нафиг. Так, один раз получилось. Тут сразу зомбарь. Опа! Слушайте, удалось. Круто. Только, блин, куда я пошел? Я ж друг, мне ж другое место нужно. Блин, я по привычке. Мне не сюда сейчас нужно. Мне другое место нужно. Я ж вам хотел показать. Ой, привычка, привычка. Гаррет, бро, да, у тебя у одного черный экран. Все нормально. Главное не затупить, чтобы меня сейчас два зомби не схватило. Ах, ты сволочь. Ладно, одному можно, двою нельзя. Так, этого я убью. Блин. Ух ты сволочь. Это я его так убиваю, называется. Так, ну ладно. Я чуть-чуть показал вам технику уклонения и чуть-чуть потупил. То есть, как бы, баланс сохранен. Ух, ни хрена себе, вот этот дейнджер. Как быстро. Она всего два раза укусили, по-моему, или три. И вот она. Кстати, у Рубэки другой налья. Крис, this house is too dangerous. There are terrible demons. Out. Ричард, don't talk. He seems to have been bitten by a poisonous snake, but the size of the wound is abnormally large. It's not just a poisonous snake. It's a monster. Ричард, he needs serum, but we left it in another room. Okay, I'll go. Вот то, о чем я говорил. Hurry, please. Вот этот сюжетный поворот... Wait here, I'll be back soon. Вот этот сюжетный поворот получить в обычном режиме невозможно. Но он есть в ремейке. Вот это вот серьезное отличие range mode. Так что, Крис, как бы, с одной стороны, можно его назвать неудачником, потому что за него... Потому что за него не каноничный сценарий. Ой, ё-моё. За него сложнее играть. Ну ладно, я уже, в принципе, сейчас стрим заканчиваю. За Криса сложнее играть. За него не каноничный сценарий. Но! У него есть два эксклюзива. Во-первых, в range mode за него вот это вот... измененный сюжет. То есть, что мы Ребекку и Ричарда встречаем раньше по времени. И видим другую заставку. Причем у Ребекки, как выяснилось, другой наряд еще. Хотя у Барри такой же наряд. Вот это странно. И второй плюс Криса. То, что в версии для Sega Saturn у Криса тоже есть одно отличие. Поэтому, комбайнер, если я тебе спойлерить как бы не буду, то, что в Sega Saturn версии, но в общем я тебе наводку дал. Попробуй пройти версию для Sega Saturn за Криса. И ты тоже будешь... Может приятно, может неприятно удивлен. Ближе так к концу сценария. И прошу тех, кто в чате знает, ну не спойлерите в общем-то комбайнеру. Так, Гаррет Бро спрашивает, кто будет стримить Resident Evil 2? Я буду стримить. Опять-таки не знаю когда, но я планирую Arrange Mode Expert, ну, версию для Dreamcast, Arrange Mode Expert Mode. Ну, это под... Как бы... Под режим, можно так сказать. И увидите, что это такое. К сожалению, Arrange Mode на Resident Evil 2 не так сильно отличается от обычной игры, но тоже есть отличия. В основном в усложнениях разных. Больше врагов, нет автоприцела, и, ну, еще там некоторые. Так, ну ладно. Ну, а я на этом заканчиваю. Всем спасибо, кто смотрел. По этой игре я вам, в принципе, все показал. Ну, единственное, что могу добавить, может будет дополнительный такой стрим в случайное какое-нибудь время, когда я буду свободен, и я вам покажу. А может быть, завтра в это же время. Не знаю, ничего не могу обещать. И я вам покажу особенности Сатурн-версии, а именно Battle Mode. Ну, и, возможно, покажу вот это вот спойлерное отличие сценария Криса. Но только перед этим я как бы предупрежу о дальнейшем спойлер, чтобы там никто лишь случайно не посмотрел. Наверное, начну с Battle Mode. Ну, в общем, вот так вот. А эту серию стримов я заканчиваю. Всем спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok